Руководство АОНК КТЖ посетило Павлодарскую область. В ходе визита осмотрены ключевые производственные участки, проверенные хозяйства, условия труда сотрудников стальной магистрали. Начался визит со станции Большаколь, где осмотрели местный вокзал, переезд и тяговую подстанцию. Здесь обсудили перспективы развития хозяйств электроснабжения. До 2029 года на сети КТЖ планируют обновить оборудование тяговых подстанций, энергетики и капитально отремонтируют контактную сеть и воздушные линии электропередачи. Питание контактной сети для движения поездов, а также для питания электроблокировки. Значит, приходит к ней 220 кВт, заходит, выходит 27,5 кВт как раз для питания контактной сети и 35 кВт для питания собственных нужд. Ну, конечно, у нас приходит новое оборудование, по 220 приходили, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения по 220, разрядники приходили, меняли. Семь человек работает персонал, четыре дежурных, один монтер, начальник и старший механик. На станции Экибастуз руководство посетило дом отдыха локомотивных бригад, реконструированный в прошлом году. Перед вами дом отдыха локомотивных бригад, где отдыхают локомотивные бригады после поездки. В доме отдыха, где произведен текущий ремонт, в 2023 году, 7 октября, завершили эту работу. Локомотивные бригады предоставили условия от постельного белья, пижамы и тому подобное. Дом отдыха оборудован центральным теплоснабжением, электроэнергией, а также после режима ЧАЭС в 2022 году здесь установили еще запасные резервные электрические котлы, два котла, которые работают по 75 кВт. В доме отдыха есть комната приема пищи, общепит, столовая, комната разгрузки и 21 койко-место. 60 койко-место, 21 комната. И также есть комната ожиданий. Душевые, туалеты, все оборудованы для удобства локомотивные бригады. Так что локомотивные бригады, приходя сюда, они бывают как дома. В Павлодаре проверена работа конструкторско-экспериментального центра, где изготавливают и ремонтируют инструменты для путевого хозяйства, служб энергетики, сигнализации и связей. Руководство КТЖ провело встречи с трудовыми коллективами, выслушав их вопросы и предложения по улучшению условий труда и обеспечению безопасности на рабочем месте. Станция Павлодар является крупным узлом, железнодорожным узлом, состоит из четырех станций. Станция Павлодар, Павлодар Южный, Павлодар Северный, Павлодар Порт. Общий объем погрузки достигает до 130 тысяч тонн годовых. Соответственно, имеет крупных грузоотправителей, ветви владельцев, как по станции Павлодар Южный, это АО «Алюминий Казахстана», с переработкой 140 тысяч тонн в месяц только идет у них. Электролизм завод идет, у нас есть предприятие такое. Ну и самый большой у нас нефтеналивной завод имеется, Павлодарский нефтехимический завод с обеемом погрузке, тоже 26 тысяч 400 вагонов в месяц. Узел Павлодар пропускает через себя, получается, пассажирские поезда. Нашего формирования здесь два поезда идет. Это у нас Павлодар-Туркистан и Павлодар-Алматы. И шесть транзитных поездов. То есть есть еще пассажирские транзитные поезда. Поездка в Павлодарской области завершилась награждением медали в честь 120-летия железной дороги Казахстана отличившихся железнодорожников, сотрудников пассажирских перевозок, ветеранов отрасли. Я уже 21 год работаю на железной дороге. 18 из них работал в пассажирских перевозках. Приятно, что руководство отметило мои старания. Просто мне даже приятно, что позвонили и сказали, что вы награждаетесь как пенсионер, ветеран железной дороги. И приглашаетесь в Павлодар в техникум для получения медали. Есть, да, обновления есть, локомотивы новые. Ну, мне не пришлось, конечно, на новых поработать, они вот только приходят. А так поработал на электровозах ВЛ-80. Возил уголь, начинал помощником до Ерминтау. Потом на ГРЭС-1, ГРЭС-2. Ну, потом еще работал на дизель-поезде. Выезжали, людей возили на Кулунду, на Семипалатинск. Благодарим вас.